всем привет ребят добро пожаловать на властелин колец модом и на рад сегодня у нас три на три снова на красной пустыне кханда снизу за рохан играет веном с ним в команде за изенгард играет три палочки из-за нор одна палочка пускай это будет единичка хотя может то есть единичка хрен его знает но вроде да за мордор против них вождь маку за рохан с ним а а а а из английской горы раз два три замечательные никнеймы один лучше другого немножко странная постройка у гоблина но неплохая так скауты побежали я видел хобота где-то здесь здесь ничего не покоться на здесь ничего не покоться а вот он захватил таверну окей вообще конечно на этой карте лучше всего отдать таверну было бы арнору потому что здесь недалеко бежать и арнор мог бы играть сразу же в баллисты хоббитов но в принципе рохан тоже себя должен приятно так чувствовать скауты начинают работать над ролем вождь маку играет в пассивный мордор типа в защиту сразу лучники тут пошел rush правда все было одного один отряд скажем так забыл гоблин а он решил нору поставить кей сбивает ли повезло в это время нор крепится зря он туда лучников отправил конечно но ладно неважно пять отрядов уже готовы сейчас будет высадка 2 барак строится здесь весьма раннее развитие у изенгарда ну то есть он немножко деньги на ветер выкинул но это тоже не проблема к тому же он на саппорте он может накупить такой старт выходом в конницу помочь кому-нибудь например дфц здесь выход в отступников у рохана и мордор захватила ван пост таверну точнее так высадились гоблины сливают ключевых у их очень много они под ворчантом трава 0 лучников лучником смерть неплохо можно попытаться рабочих убить но гоблин очень высокого мнения об арноре и он видимо считает что арнор успеет мгновенно среагировать поставить стены и башенки поэтому он не пытается убивать его рабочих минус мечники кстати вот только хотел пожаловаться что арнор не использует обилки но он использовал просто поздно наверное здесь контролем или просто забыл ну по идее он отбивается но атака весьма успешная было 5 отрядов на на две фермы и еще и до 2 отряда на мечников лучников и при этом у него еще и два отряда выжили шикарно офигенно даже три по идее так здесь рохан отбивает вместе с изиным атаку мордора до очень медленный здесь серохан к сожалению есть и огромные деньги он вложил в этих отступников но посмотрим что они смогут сделать но мне не нравится такое использование их надо было рашки не надо было батю с ними гнать но это у дана когда их бы покоцли то тогда только заказывать превращение во всадников чтобы использовать их по максимуму для тех кто не знал когда они превращаются во всадников отряд полностью восстанавливается так выход в берсов здесь нет копий и кажись не повезло арнору мне нравится что они сразу в разные стороны поразбегались кто куда да не повезло ему реально ему нужен саппорт нужно чтобы изенгард сыграл в конницу он и так проигрывает гоблину так еще и приехала пачка и снесла ему аж три отряда даже если этот выжить выживет хотя он не выжил по сути минус три отряда еще ключевуха падает так что у нас здесь ему надо бы отвезти этих ребят он их может потерять он в заднице просто ему нужна помощь низина изен копия строит ну в принципе кстати минус карте н изенгард может просто его нянчить остановиться возле него и дефать его до пори до времени пока арнор не восстановит свою экономику и свою армию но опять-таки лучше конечно было бы конец так здесь мордор скопил пачку и в принципе рохан сделал то же самое три отряда друадан тоже отступники есть все хорошо но нет копий он рискует причем рискует очень сильно так на копья наехали отступники гоблины пробегают спать хочу ну-ка смотрим сюда ну здесь по идее рохан должен выигрывать так оборонки не у всех к сожалению прожал хотя вождь маку тоже не использует стойки орки обязательно должны быть на обороны чих рохану надо стрелять получником они самые дорогие но в целом он с легкостью выигрывает стычку потеряв всего лишь несколько отрядов крестьян очередная атака гоблина визин нападает на него в свою очередь и минус еще одна будет ферма печально даже так снова пришел мордор у него ларган у него один отряд мечников он смогут танчить но у рохана армия все растет и растет о кстати ган бури ган есть отлично так коронован горкил супер ранний горкил но гоблин себе может это позволить у него хороший старт только ему нужен саппорт от рохана рохан настроил гигантское количество крестьян восстановил своих отступников построил отряд конных лучников и готов идти в сражении можно сейчас проехаться по головам этих роханцев тут два отряда метателей вообще по идее он если он заметит вовремя конницу то он должен дефаться конные лучники как бы давить не должны поэтому да тут ошибка рохана он их сразу теряет отступники давят не очень хорошо да ему нормально короче он отбивается без проблем так и опять таки очень странное решение потому что все эти ребята должны быть здесь но посмотрим как как хватит крестьян они не на оборонке лучники тоже не на не на агрессивке очень плохо вообще не контролит по сути крестьяне даже не дерутся они стоят несколько несколько челиков пытаются тыкать своими мечами но это фиаско такая большая толпа и она просто умерла без без каких-либо действий надо отступить хотя бы ну по сути рохан не только не помог он еще и фиданул я проверим не интересует изенгард в первую очередь да он уже во втором тире у него кстати сейчас саруман заказывается арнор тоже во втором тире если выберет лес ему бы желательно его ставить чтобы они дольше здесь простояли не знаю благодаря рохану это прокачка или нет но он явно фиданул свою армию в это время вождь маку сражается с роханом и вообще вся эта ситуация для верхней команды не очень хорошо выглядит кстати копьё бы ему закинуть сюда может ган бриган мог бы добить у вас зря у рохан отпустил этих ребят да вся эта ситуация не очень хорошо выглядит для верхних ребят потому что если бы вождь здесь выигрывал но я не понимаю почему отступает рохан явно более сильной армией но опять таки если бы маку здесь выигрывал то может быть они бы изенгард перекинули к нему а так похоже что самый успешный игрок их команды сейчас проиграет но посмотрим он еще держится он в троллеем собирается выходить и в паучьих наездников либо либо в ядовитые стрелы пока что не ясно рохан пригнал почему-то к пульту и один отряд конных лучников которые если в боже мой я думаю трахирим может он перепутал иконки зачем он строит конных лучников и давит ими еще за хрень очень странно маку снова скопил войска он этот челик вышел у вестфольдовцев круто круто они должны вообще мордор тащить если он накопит пускай четыре или пять отрядов и они закинут свою обилку в лучников там с ваншот будет сразу же ништяк войска стекаются саруман подходит ну если повезет горкил его убьет но это все весьма и весьма сомнительно горкил кстати подставился но все-таки контролит пытается его забрать пропускают они сарумана не пытались отступать и он получает третий уровень можно фаербол в лучников закинуть получить 4 по идее минус тролль стрелы все-таки выходит очень мало войск гоблина супер мало войск вместо походу вместо пещеры надо было несколько бараков еще ставить тролль отдается на смерть хотя а не успел не ох но неплохо мог бы ударить это кстати угроза крепости уже прошу прощения так но маку запушил рохан но не то чтобы рохан плохо себя чувствовал хотя у него не все войска дерутся а потому что оборонку забыл вырубить сейчас походу нас гол умрет не на контроле у мордор пошел разнос базы рохана получи наездники конечно неплохо заехали но так как всего один отряд то им смерть минус рабочий арнору надо стрелять по крепости вынудить их сливать еще больше войск в надежде отбить этот отряд да зря он вот сейчас этим занимается это ошибка к тому же получника можно понять что апгрейд он уже сделал то есть допустим он снесет получать нючу че он добьется отмены наездников ведь отменить стрелы уже не получится гоблин может просто за 300 монет логово поставить и будет у него доступ к стрелам в любом случае так что такое таран и уже тут ну странно смотрите он если сейчас так и дальше будут продолжаться то гоблин может даже закомбетчить арнорд ца правда рохан все равно проигрывает и зену но тем не менее так в это время маку тут делает застройку то есть он сейчас будет пытаться выигрывать но неплохо если он снесет рохан то будет даже интересно потому что в тылу у него огромнейшие проблемы так конука еще наездники вот если бы гоблин не играл в пещеру вот реально у него были бы все шансы отбить эту атаку ну без изина разумеется а тем временем седьмой уровень офигеть рохан его как ребеночка просто с ложечки кормит все больше и больше войск отдает даже тьма от мордора особо не спасает никого тут так третий тир пытается снести молока но нет не удастся забыл рохан переключить опять-таки стойки а я вижу маку качнул некроманта хрен его знает по идее он теряет эту застройку подводится у него под крепы рохан что называется слакает можно было бы воспользоваться тем что у него три очень толстых героя то чуть ими еще с этими ребятами сносить все оставшиеся окей мордор не теряет эту застройку он отобьется причем легко это грустно кстати очень сильно затупил то это веном веном так здесь у нас единички дерутся с палочками и другими единичками и двоечками и троечками рохан и и и и буквами а ну сложно сказать закомбечил ли им гоблин но ситуация все-таки улучшилась для него явно так изенгард занимается сносом застройки изенгард конечно расслабился очень сильно у него очень много берсов у него боже мой практически 10 уровень но армия слабая очень слабая тесте снести ее будет несложно есть на что надо будет как-то разобраться с руманом и это уже другой вопрос но разобраться с ним может горкил по идее да он восьмого уровня да и рохан как бы тоже не не очень-то слаб в этой ситуации два копья ему закинуть нормально сможет ли могу снести эту крепу минус рабочий bring может вот я хотел сказать что может рохан афк сидел все это время но вроде как обилки узал что сподвигло его не использовать армию непонятно по сути он выигрывал каждый размен с мордором и тут внезапно проиграл не тупо минус крепа минус один тролль молока можно использовать против этих лучников маку видимо боится слишком сильно его потерять поэтому не хочет отправлять в бой у него скоро будет пятый уровень он мог бы сейчас снести умер она прожал берсеркера почему-то себе один удар оставался здесь крепости вестфольда были разрушены в это время изенгард души трохан блин изенгард конечно сейчас протупил знатно ему надо было помочь тиммейту не хочет этого делать он докачался до армии изенгарда и теперь он угрожает крепости мордора которая кстати была покоцана я пропустил чем сейчас мы посмотрим маку грунт призвал не понимаю чем по ходу там был какой-то подкрыс может стороны отсюда приползли но это уже не важно важно то что крепость сейчас будет разрушена но маку практически убил рохан и теперь угрожает крепости изенгарда у него не то чтобы сильная армия но у него есть прыжок который сейчас он использует благополучно неплохо у него есть хамбу и что важнее армия изенгарда здесь как бы тоже не очень-то сильно минус молок должен быть сейчас его плавильня добьет это конечно не такая большая проблема но маку потерял крепу поэтому да это грустно весьма для него сурман десятого неужели снесет крепа блин будет забавно если изенгард при такой хорошей раскачки таких возможностях просто отдаст креп это даже нельзя назвать что он ее потеряет у нее просто отдает так хаммал использовал свою обилку но это бесполезно наверное хотя да она полезна и становится только на шестом уровне некроманта не на конечно клёво что отрубил здание но это особо ничего не дало так он пытается спасти грунт кстати похвально он прожал обилку чтобы замедлить противников спасет ли он его нет а немножечко а там берсы были просто вот оно что я думал неужели плавильня такой большой урон по грунту наносит получается что нет ну три траля даже не знаю крепость гоблина все еще целая арнор ничего не делает сейчас он потеряет свою застройку почему он ничего не делает я понять тоже не могу рохан мучается дальше мне кажется что был ульт про юзан хотя я не уверен а нет не был держит ульт только раздор кидал ну с одной стороны изенгард разбил базу маку разбил базу пяти букв а но у него нет войска он мог бы еще целую армию снести с урманом но при этом он рискует его потерять поэтому вынужден отступать в это время мордор накопил на новую крепость гоблин вынужден отступить честно я не понимаю что в голове у арнора три отряда слитобытов севера иди снеси ему крепость иди снеси ему горки во все что угодно просто иди и снеси он сидит просто по идее шансы у нижней команды все еще выше чем у верхней несмотря на то что они потеряли потеряли рохан и частично потеряли изен но они ими не пользуются ну и вот это вот тоже я не понимаю ему надо забирать и на базу армию поехали всадники на копейщиков но к счастью для верхней команды у изенгарда нет крепости так что воспользоваться теми очками которые ему отдает рохан он пока что не в состоянии жесть у нас тремя сегодня спрашивали что такое видеть вот вот это яркий пример рохан либо не понимает как играть в эту игру может он не знает что враги и но вообще игроки получают за убийство войск очки опыта потому что ну нельзя вот так просто отправить армию чтобы ее убили это так не работает призывается балрожек а тут мина кручит 225 кина гоблина закинули но мина кстати молоко ушла очень мало она забрала пару гоблинов всего лишь а вот размен балрога вполне адекватный на эту двадцать пятку только хотел сказать что надо пламя у дуна поражать а нормально нормально но это и для арнора нормально и для гоблина нормально а изен крепа построил кста обидно я говорил что не может из воспользоваться может получается так побежали берси интересно могут ли они крепость нести они все пятых уровней под лидеркой решил не рискованут конечно три вышки 4 вышки плюс крепость плюс смог бы даже здесь поставить при желании но если бы испугался а ничего стрелкового здесь нет так что он может воспользоваться где он там хамулом своим вот-вот-вот-вот-вот и убить сурмана таким образом ну каща посмотрим 4 а у него есть моргульский клинок все это все что ему нужно странно что происходит не понимаю моргульский заюзал да все сурмана конец он так и не использует ульт еще копья полетели в него хотя это не так уж и эффективно один удар точнее один камень и он успевает жакнуть добить добить маку что ты делаешь добили но ну ладно забавно кстати может он не заметил что там пачка войск было бы ржачно если бы он и всех этих лучников убил окей смотрим дальше собрали войско рохан все еще жив вроде как мне кажется или он любил так маку двадцать пятку юзну кто был за рохан веном синий а вот-вот я вижу крепость все еще цела прогнал гоблин плин странно что гоблин никак не может армию накопить просто как бы у него фракция которой легче всех копить армию потому что лучники по 150 монет стоит ох как неплохо можно захилить его молодец а не повезло отбросил не снесет он молока правда молок сейчас промахивается не контролит мордор им но зато теперь нормально будет убежал лордс вот сейчас будет минус молок друоданы по нему стреляют всех она ему помянем но углук должен погибать ну в этой ситуации ему как бы плевать должно быть на молок потому что но ему главное добивать здание и без него справиться другой вопрос сможет ли выжить кстати надо углуку ульту призвать а нет сделал этого тогда был даже если бы сдох то забрал бы с собой нас гуля но нас гуль сдохнет он агрессивки под обстрелами находится на ему тут не спастись там еще друоданы его травят так здесь очередное сражение гоблина и арнора ему помогает мордор и такое чувство что арнор сейчас потеряет три отряда следопытов это конечно грусть вряд ли он сможет выбежать отсюда хотя один отряд погиб нужно это добивать один выживет ладно на эти не должны выживать отлично очень хорошо так что здесь рохан разрабатывает тактику или стратегию пытается выбрать нижний рохан строит новую базу у них тут конечно жесткая коммуналка арнор богач у него столько притонов с хоббитами но при этом он не может выиграть почему-то странно копеечки здесь ничего не строится может поэтому и не может выиграть появился саруман и о господи пожалуйста ульта не сюда ради христа нашего аллаха будды зевса пожалуйста о да как же как же приятно тактика не сработала отступаем повторяю отступаем гоблин начал чувствовать себя кстати более-менее приятно спокойно что ли я рад за него ничего больше не происходит давайте чутка мотнем но нифига он не просто начал себя спокойно чувствовать он богат сейчас он потеряет всю армию увы здесь как бы два противника кто-то там маяк поставил минус великан сейчас будет правда следопыты могут погибнуть но это не точно горкил пытается спасти свою жалкую жизнь великан погибает точнее он в процессе этого куда-то должна сдаться золотая стрела сдаться должна в горкило вот может быть стоило агрессивку поржать может быть и убил бы но мы уже этого никогда не узнаем пытаются его все-таки дожать но нет не получается приходит рохан а я не вижу а где белый балахон призываются орлы лучников недостаточно поэтому они все погибнут где белый был они что убили сарумана офигеть жалко что я пропустил а нет не убили вот он ну значит не жалко так мордор пошел штурмовать базу изенгарда новоиспеченную еще мы посмотрим что у него там было кстати грунт скоро будет так у него все в кд так что он ничего не сможет использовать прилетели орлы тролли были убиты и крепость не будет разрушена все у него как бы хорошо некроманты четвертого уровня кому а я не вижу лучников здесь очень мало может там есть все таки кому я не помню с какого уровня у него разъедание зданий что он пытается добивать ее но не очень эффективно это как-то нет кому вы короче она вот теперь будет более эффективно минус крепость будет и сейчас он их жестко прижмет потому что у арм нора толком тоже ничего нету изенгард снова игнорирует свою базу и идет на рохан но как бы рохан здесь слабое звено с ним нужно проститься и либо добить гоблина которого тоже не очень-то хорошо дела идут либо отбить свою базу но явно не идти к рохан это ошибка кстати мордор себе даже базу неплохую сколотил здесь так снова а двадцать пятку призвали поэтому грунт не поедет дальше изенгарда варнор ему путь заказан и собственно все на этом атака закончилась подходит под крепы молок отстроился и а а а а потерпел поражение с ним все единички и палочки сделали то же самое ну мордор мвп чё тут сказать всем спасибо за внимание на огромное спасибо всем кто стал моим спонсором в описании видоса вы найдете кучу полезной инфы биби а